Здоровье в порядке? Спасибо зарядке! Эту непреложную истину проверили на себе участники акции «Быть здоровым – это модно», которая сплотила активистов на площади возле Дворца культуры Подмосковья. Мероприятие проходит в 12-й раз благодаря спортивно-патриотическому клубу «Ярополк». Акция стартовала торжественной церемонии открытия, на которой участники по кроссфиту пронесли российские триколоры. Список спортсменов насчитывает 22 команды из пяти самых разных регионов страны. Это Архангельск и Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Республика Адыгея. Организацию мероприятия участники оценили на высоком уровне. Действительно, такой молодежный движ им нравится. К тому же, мы все равно эффект 25-го кадра достигаем, что мы делаем шоу с музыкой современной, с юмором, но при этом обливаемся. Они начинают с нами ездить, потому что мы по программе клуба каждый выходной выезжаем в купель. Это классно. Суровый климат не только не испугал, а еще и подстегнул к покорению новых вершин в завоевании почетных мест на Пьедестале. Победители и призеров наградили медалями и грамотами. Самой зрелищной и долгожданной частью акции стали обливание водой. К ней присоединились более 2,5 тысяч человек. Среди них свыше 160 жителей Красногорска. Отрадно, что почетными гостями акции стали представители не только сопредельных государств, таких как Южная Осетия, но и жители с иного континента – земного шара Замбии и Нигерии. Расширение географии, единение и солидарность в проведении подобных мероприятий крайне важны. Это отметила и первый заместитель главы Красногорска. Только так, все вместе, силой, Россия обязательно победит. Только вперед, мы вместе за победу. К воспитанию подрастающего поколения в Ярополке относятся как к важной и перспективной миссии. И здесь, на площади у Дворца культуры, состоялась активность для юных зрителей и участников. Пока юноши соревновались в армрестлинге, ребята помладше учились собирать и разбирать автоматы. А в соседней тематической зоне мальчишки и девчонки, обступив импровизированный операционный стол, под руководством наставников спасали жизнь условному пациенту. И пусть от их рук сейчас зависит судьба манекена, быть может, через несколько лет эти ребята с гордостью наденут белые халаты. Все, как нас учили, все, как в колледже, как в институте, все учили, вот так же по алгоритмам все рассказываем, показываем. Ну, для общего развития, чтобы люди как бы и самостоятельно могли какие-нибудь манипуляции простые делать. Это, например, внутривенные, внутримышечные инъекции, а также сердечно-легочная реанимация, я думаю, все должны уметь оказывать первую помощь. На площадке нашлось место и настоящим интеллектуалам, для которых работала площадка по игре в шахматы. Если все локации позволили участникам проявить себя в зависимости от текущего уровня подготовки, то зона «Верим в тебя, родной» стала универсальной. Открытки с пожеланиями военнослужащим, сделанные от всей души, отправятся в зону СВО. А чтобы активисты могли подкрепиться для новых побед в спортивных и интеллектуальных баталиях, в течение всего дня работала полевая кухня. Продолжение следует... Продолжение следует...